А для этого нам, конечно же, нужно будет эффективно работать со списком знакомых. Список знакомых – это основа нашего бизнеса и наш капитал. Специалисты утверждают, что к 30-35 годам у человека становится около 2000 знакомых. Вот этих знакомых нам и надо занести в список. Но сейчас новички, наверное, испугаются и скажут, ну ничего себе, все 2000? Нет, конечно же, начнем с малого, начнем с 200 человек. Это классика составления списка знакомых. И обычно говорят так, начинайте с 200, 199, 198 и так далее, то есть с конца начинайте этот список. Есть уверенность в том, что вы доработаете и дойдете до 200. Зачем это делать? Для чего это нужно? Вот каждый раз, когда мы зовем в сетевой бизнес, мы говорим, у вас есть знакомая? И некоторые люди, это, кстати, одно из возражений, говорят, ой-ой-ой, у меня нет столько знакомых. Что вы, что вы, у меня-то, господи, два друга и один сосед. И больше никого нет. Мы начинаем пояснять и говорим, что, а давайте вспомним, следующий слайд, а давайте вспомним, а кого же мы, правда, можем пригласить в сетевой бизнес? Где нам взять этих людей? Откуда берутся эти люди? Первое. Я и мой теплый рынок, теплый мой список. Это, конечно же, наши родственники. Мы всегда так говорили. Это наши ближайшие родственники, вплоть до того, что мамы, папы. Мы знаем примеры сотни людей, сотни лидеров, которые пригласили своих близких, братьев, сестер, даже тещу, тестья, и которые заработали, не сразу, но заработали. Поэтому родственников нужно отработать. Мы включаем в понятие родственников еще и двоюродных. Братьев, сестер, троюродных, тет, дядь и так далее. Нужно тоже отработать. Дальше идут наши самые близкие друзья. Там что-то их так не включили, друзей. Самые близкие друзья. Знакомые. Знакомые наших знакомых. Это знакомые по совместной работе. Там, где мы, допустим, еще работаем, пока пришли только, и не бросаем работу. И где когда-то работали вместе с кем-то. Мы вспоминаем, естественно, наших сокурсников, одноклассников, то есть тех, с кого объединяла совместная учеба. Естественно, мы люди саморазвивающиеся и увлекающиеся. Множество имеют какие-то увлечения, хобби и так далее. Ходим на какие-то курсы, возможно. Нужно вспоминаем этих людей и вносим их в свой список знакомых. Рекомендую даже записывать тех людей, мы их считаем знакомыми, которые когда-то просто пересекались, встречались где-то по дороге, допустим, в институт или по дороге на работу. Но постоянно здороваемся. Пожалуйста, по приметам. Вот человек с усами, в очках и какие-то еще такие другие приметы, которые можно у себя где-то там пометить. И, в общем-то, контакт уже для себя составить. Дальше. Говорят о том, что фотоальбом. У любого из нас в семье есть фотоальбом. Можно полистать и посмотреть. Это не обязательно близкие и знакомые. А где-то мы на каких-то мероприятиях, юбилеях, вот, ага, вот человек, вот человек, записали. Фотоальбом моих родственников. То есть, посмотрите, это вот только малая толика вот тех категорий людей, которых мы можем внести в свой список знакомых. Там знакомые, у которых есть домашнее животное, может быть, такие вот есть, там, кошек, собак любят. Пожалуйста, давайте их. Где же взять информацию, координаты для составления в списках знакомых? Ну, нашу записную книжку еще никто не отменял. Конечно, интернет уже наступил нам сев на горло. Но, тем не менее, у всех, я знаю, есть записные книжечки. Конечно же, элементарно вносим туда. Так, естественно, сотовый телефон. Для меня, например, это сейчас самый главный мой список знакомых содержится в сотовом телефоне, который постоянно пополняется. Затем, я, например, всегда беру визитки. Если у человека есть визитка, то я беру. Вот вчера недавно, вчера я побывала два раза почему-то в парикмахерской, сходила, сделала педикюр, а потом вечерком сходила, сделала маникюр. Почему-то два разных мастера. Есть визитки у женщин, у одной и у второй. Я взяла эти визиточки и отдельно положила мне визитница. Вот там у меня вот такой ворох визиток. Я их еще отрабатываю. Это тоже своеобразный список знакомых. Есть, конечно же, и другой способ собирания контактов. Это интернет. Ген, помоги мне, пожалуйста. Да, это я еще по списку знакомых такого. Мы составляем табличку, значит, да, и обычно что? Вносим номер, город, фамилия, имя, отчество. Не обязательно, смотря какой возраст у человека. Обязательно берем его контактный телефон, скайп, майл, адрес, общая информация о человеке, что я знаю о человеке, дополнительная информация о человеке, склонности, предпочтения и результат общения. Допустим, все хорошо, поставили плюс, вот минус или пока не согласен и так далее. Вот такую табличку можно в интернете, в Excel составить для себя. Это примерное, конечно, примерный образец таблицы, он может быть не всегда вот в таком ракурсе, в каком вам удобно. Поэтому, вот Сережа пишет, у меня реально тысяча людей, которые еще не приглашал ни разу. Конечно. Сереж, я только тебя сейчас стала понимать. Вот когда начинала, я думала, ой, ну вот Гоглоев говорит, что да у меня их тысяча, я даже вот там к брату не успела еще съездить. Вот. А люди спрашивают, где людей брать. А вот сейчас я действительно понимаю, настолько много людей вокруг, даже не в интернет-пространстве, а вокруг настолько много людей, что думаешь, боже мой, даже уже, знаете, как думаешь, даже уже думаешь о том, что все-таки, ну, хотя говорят, что, ну, не стоит, так сказать, людей отталкивать, да, как бы не решать за людей, это даже не решение за людей, даже думаешь, а кому я могу предложить столь серьезный бизнес, связанный со столь серьезной компанией, вот. Думаю, может быть, даже и не каждому, не потому, что я это боюсь сделать, я просто говорю о том, с кем нам сотрудничать, ведь вот нам иногда говорят о том, что, может быть, даже не включать в список тех людей, которые, ну, по каким-то причинам, ну, вам вот неприятен этот человек, вот. Или, допустим, он, ну, не очень, так сказать, ну, чистоплотен, может, в каких-то вещах таких, знаете, вот. Поэтому не включайте. Мы говорим о том, что наш бизнес предполагает как раз работу совместную, безусловно, партнерскую работу с теми людьми, кто все-таки нам приятен. Это не наемная работа, которую там, где тебе какой-то там Валентина Петровна посадили в кабинете, нравится, не нравится, спимая красавица называется, и работай с ним. Здесь все-таки есть у нас прерогатива наша, в чем нашего бизнеса, что мы можем себе, в основном, ключевых партнеров, бизнес-партнеров, подбирать себе, ну, по тому, насколько с человеком комфортно тебе будут работать, потому что работа предстоит большая. Сеть есть сеть. Нам нужно будет друг с другом активно сотрудничать, будоражить друг друга и так далее. И, в общем-то, хочется, чтобы это было комфортно. Итак, значит, что бы еще я в этот списочек знакомых включила, вернее, в эту табличку? Еще включила бы методы передачи сообщения человеку и дата передачи сообщения. Почему методы передачи сообщения? С внедрением в нашу жизнь интернета мы сейчас говорим о том, что если раньше нас учили телефонный звонок, живая встреча, то сейчас действительно это скайп, это эмайл, это соцсети. Поэтому метод передачи сообщения, приглашения человека в бизнес, или с какой целью вы его приглашаете, тоже должны быть расписаны. Дата передачи сообщения, естественно, нужно поставить когда вы. и реакция информированного, то есть результат общения тоже поставили. Задумался или решил там обратиться тогда, и тогда-то, и так далее. Рекомендуют еще где-то, если вы видите в человеке некий настрой и некий потенциал, и, в общем-то, какую-то пока еще неуверенность, но вы думаете, что все-таки человек согласится, возвращаться к нему где-то через месяц. Еще можно потревожить, скажем так, да, звонком, или еще раз писаться с ним, или еще раз по скайпу с ним пообщаться и так далее. То есть это будет уже зависеть от вас, но где-то раз в месяц можно к человеку возвращаться. Что еще важно? Важно еще определять группы людей, вот как мы говорили. Негативщиков, в общем-то, я, например, негативщиков никогда не вношу в свой список. Вот честное слово. Зачем? У меня наоборот. Если и существуют такие группы, группа А людей, группа Б людей и группа С, это вот такая интересная категория. Вот первая группа А, она состоит из наиболее перспективных людей. Вот как мы говорим, людей вот с двойным потенциалом. Есть такие люди, вот они жизнерадостные, они активные, вот и благодаря своему дружелюбному характеру притягивают к себе людей. И с тобой охотно общаются. Вот такой первый список этих группы А у меня всегда под рукой. Потому что, если хочешь, чтобы твой бизнес успешно стартовал, начни с успешных людей, с предложения успешным людям. Вторая группа Б, как я их называю, состоит, ну, из активных людей. Вот просто активных, где-то когда-то они были в чем-то замешаны, в общем-то, ну, может быть, чуть послабее вот группы А. Но, тем не менее, с ними, в принципе, можно легко войти в контакт. Вот согласятся, не согласятся, это уже наше умение поработать с их возражениями и так далее. И третья группа С состоит из успешных людей. Вот супер. То есть тех людей, которые чего-то уже достигли в своей жизни. Вот. Мы часто полагаем, что они заняты, что они нам откажут, они совсем не нуждаются в золоте. Вот. Однако мы всегда говорим о том, что такие люди, как раз раньше всего распознают возможность хорошего бизнеса. Вот. Поэтому, в общем-то, им не нужно бояться предлагать. Вы знаете, у меня, кстати, недавно был такой вот случай. Значит, я обучаюсь вместе вот на курсах, кстати, хобби, увлечения. Я обучаюсь с женщиной с одной. Разговорились, она работает на рынке, торгует. Челночница с 90-х годов. Ну, и начала говорить о том, что, ой, вы знаете, сейчас настолько трудно, вообще ничего не покупают. Турецкие вещи заканчиваются, и все, и больше как бы нечем торговать. Вот все такое прочее. Я говорю, Елена, ну, давайте, у меня есть для вас очень хорошее предложение, деловое. Давайте по скайпу встретимся, потому что здесь никогда нам говорить. Вы куда-то вечно торопитесь, убегаете. Мы обменялись скайпами, и недавно провели с ней скайп-собеседование. Вы знаете, я честно говорю, я думала, челночница, я челночница. А получилось так, что этот человек достаточно успешная предпринимательница, которая есть, которая занималась ранней недвижимостью, продавала достаточно хорошие дома. И человек, который знает цену деньгам, знает цену бизнесу. И первое было возражение, самое первое, ну, что вроде бы, да я в эти пирамиды не верю. Это было единственное возражение. Потом мы же объяснили, естественно, что существует три вида пирамид, вы же понимаете, да, административная, товарная и так далее. Все, это быстренько ушло. И потом она сразу поняла, что это надо людей есть. А вы знаете, вот у меня есть врачи знакомые, они пойдут, она сейчас сидит там, допустим, врач-эндокринолог на пенсии, еще, 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 еще. И мы, в общем-то, сразу провели регистрацию. Ну, сейчас, как всегда бывает, знаете, думаешь, вот, все, классно, зацепила, активную женщину, позитивную. Ну, сейчас пока, вот, приболела я, вот, я, в общем-то, сейчас у врача нахожусь и так далее. Но, тем не менее, вы думаете, я ее оставлю в покое? Через месяц, а может быть и меньше, потому что мы уже ее в свой чат лидерский, у нас свой чат образовался лидерский, вот, мы ее уже в свой чат подключили, потихонечку она тоже подсчитывает, что же там идет, какая у нас там беседа, что мы там, чем мы делимся, вот. И, тем не менее, я надеюсь, что это будет один из моих бизнес-партнеров, потому что человеку тоже много объяснять не надо. Она знает, что такое, в принципе, бизнес, что такое бизнес без вложений, что не нужно закупать партии товар, везти огромный оттуда, и через таможню его провозить и так далее. То есть эти люди группы С, они достаточно продуктивны, просто не нужно бояться к ним обращаться с этим предложением. Дальше. Значит, если вы хотите делать большие деньги, мы сказали, то и список знакомых должен быть у вас большим. У нас сейчас через интернет тоже своеобразный список знакомых можно составить. Создание потока кандидатов, да? Да, пожалуйста, в соцсети. Да, пожалуйста, контакты в скайп собирайте и, пожалуйста, к людям обращайтесь со своим бизнес-предложением. Всякого рода объявления, контекстная реклама, сайты, рассылки. В общем-то, у тех, которые только на интернет, я стремлюсь только же напротив. Ага. Значит, любая, пожалуйста, любая фишка, связанная с интернетом, как вы можете к человеку зайти из какого, или из соцсетей, или из объявлений, и так далее, пожалуйста, это ваше право, ваше творчество. Вот люблю наш бизнес, он очень креативный, тут можно, пожалуйста, сколько угодно фантазировать, что угодно создавать, и так далее. Знаете, самое главное, наверное, даже не то, чтобы вот прям сесть и расписать список знакомых, хотя это очень важно. Самое главное то, как ты уже будешь с этими знакомыми вступать в контакт, о чем ты будешь с ними говорить, и как ты будешь говорить, чтобы его зацепить. Вот, знаете, когда-то я слушала исполнительного директора Ирину Волкову, она выступала у нас здесь, где-то в Краснодаре, на какой-то большой встрече и БМВ, и она вот со сцены, она говорит, так тихо-тихо, говорит, вы знаете, если бы мне сейчас, вот когда я начинала, может быть, еще, наверное, не хватало уверенности и самое главное, знаний не хватало, а сейчас, если бы мне кто-то бы сказал о том, что ваш Арифлейн, да, ваш бизнес, это, ну, вот, знает, что вообще, да я бы, я бы спокойным тоном, но вот просто бы разорвала это человека, спокойным тоном, потому что для меня этот бизнес все, и деньги, и мое развитие, моя жизнь, мой образ жизни, это все, чем я живу, это сила, мощь, поэтому вот, что вам, начинающим, да, которые только приступят к составлению списка знакомых и будут бояться, ой, того ступи, ой, вот этого, а как же я этому скажу, а что он обо мне подумает и так далее, самое главное, начать с чего? С обучения, вот, обучаться, это самое главное, вебинары 14 и 19, я и для своей команды говорю, это обязательно, пусть вы даже слушаете каждый раз одно и то же, как вам кажется, но каждый раз одно и то же, что вам даст? Оно вам даст знание и уверенность, когда ты научишься говорить о том, что такое Арифлейм, о том, что представляет собой сетевой бизнес, о том, как работать с каждым возражением, тебе будет абсолютно не страшно, поверьте мне, отработать список знакомых, не страшно, наоборот, ты будешь с таким достоинством, с такой глубиной и сознанием дела что-то человеку предлагать, рассказывать, вот знаете, есть два типа людей, одни катят мир, а другие бегут рядом и кричат, куда катится этот мир, вот вы знаете, мне хочется, вот вас призвать к тому, чтобы вы относились к первой категории людей, нужно катить этот мир, вы знаете, тоже одну женщину позвала недавно, она говорит, ой, вы знаете, послушала, она тоже в наш чат вошла, потом она один раз на ВВН пришла, и потом мне говорит, слушай, ну это такая работа, это столько нужно работать, я говорю, слушай, конечно это надо работать, но ты знаешь, наша работа отличается от твоей, она ходит посменно, четыре сутки, там ночь что-то работает, потом она кардинальным образом отличается от нашей работы, и у нас есть, у нас есть свобода выбора во всем, вот она, ну знаешь, я вот столько не привыкла работать, она сказала, а поэтому у нас как получается, у 93% людей есть мечта, которую можно исполнить до конца недели, а они делают из нее мечту всей своей жизни, вот вы понимаете, поэтому давайте мечтать, давайте стараться, стремиться работать в этом направлении, много работать, мы же много денег хотим, много денег хотим, и мы хотим дома сидеть там за компьютером, приглашать друзей, близких, знакомых, и единственный способ влиять на других, и чтобы к вам люди пришли, притянулись, это ваш личный результат, вот только через личный результат, через то, что ты крутишься, вращаешься, вот эта вселенная посылает всем ваши флюиды, и к вам тогда люди идут, если вы будете вот так, что-то там, ой, а я же не знаю, как на это возражение ответить, ой, через боюсь, через не хочу иногда, и через не хочу, потому что некоторые говорят, а мне лень, а я так столько работы тут вообще, а нашу работу ведь можно конкретизировать, не бойтесь, и что делать, я вот, знаете, иногда территория роста, вот спасибо большое нашему вот этому проекту, вот, и Марине, и кому там, Сереже, и всем девочкам, которые работают, и ты гений, спасибо, вот много, что оттуда тоже беру сама, вот, и хочу вам сказать, что действительно, там есть все, вот для новичка в ТР нашем, и чате, есть все, пожалуйста, поэтапно, есть даже расписание на день, что можно делать, даже в том же интернете, можно оттуда это все, копировать, и на работу, не касаясь интернета, теплых, при теплых встречах, личных контактов тоже, там 30 рассылочек, то-то, 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 план можно составить, закачаешься на каждый день, только каждый день, и методично, делая одно и то же, и когда вы слушаете иногда, я говорю одно и то же, еще кто-то лидер рассказывает, ВВО, и еще так далее, вот, ребята, повторение мать учения, учитесь, вот когда вы научитесь, так же, как мы, рассказывать об этом, обо всем, вам будет не страшно отрабатывать список знакомых, абсолютно не страшно, потому что вы будете уверенными в себе, в своем деле, людьми, поэтому я вас все призываю, ищите великанов, а не карликов, а это тоже дается с опытом, когда вы сможете в список знакомых, включить вот тут третью категорию, который вот раз и нащупал алмаз, вот, потом только отгранил его, поэтому обязательно, ваш список знакомых, каждый раз, каждый день, должен пополняться, вот вспомнил кого-то, вот встретил, познакомился, порекомендовали, обязательно берите рекомендации, если есть такие, не-не-не-не, сразу с каждого, даже если сказал да, сказал, а еще у тебя кто-то там есть, те, которых волнует заработать, дополнительные и так далее, ага, есть, давай контакты, записал, вспомнил, встретил, познакомился, порекомендовали, записал, вот и все, ребят, и бизнес будет идти вперед семимильными шагами, я вас всех люблю, у нас нет времени, и еще напоследок, сеть ваша будет расти так же быстро, как и вы сами, развивайтесь, учитесь, и тогда ваша сеть даст невероятный товарооборот, я предоставляю вам слово своему мужу, Геннадию, спасибо.